Доброе утро, драгоценные! Приветствую вас из Берлина. Меня зовут Сергей, я являюсь пастором церкви Новое Начало в городе Берлине. И сегодня я хотел бы поделиться с вами духовным завтраком. Я бы хотел, чтобы мы с вами рассмотрели один стих. Это послание апостола Павла к Галатам, шестая глава. И я бы хотел, чтобы мы прочли с вами седьмой и восьмой стих из этой главы. Здесь апостол Павел пишет такие слова для Галат. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». Знаете, очень интересные слова, которые апостол Павел здесь пишет в своем послании. И я бы хотел, чтобы мы с вами немножечко сегодня поразмышляли над этим. И возможно, может быть, увидели то, о чем действительно апостол Павел, от чего он нас предостерегает и к чему он нас призывает, скажем так. Ну, во-первых, я вижу здесь, что апостол Павел обращается к Галатам, ну и, естественно, к нам с вами. Он говорит, что «не обманывайтесь вообще». Самые первые слова – это «не обманывайтесь». Это значит, что он предостерегает нас от какого-то самообмана по отношению к тому, что Бог делает, и как Он делает, и почему Он делает. Знаете, иногда нам очень хочется предоставить Бога в каком-то таком определенном виде, в котором нам удобно. Мы хотим творить такого Бога для себя в своих умах, в своем сердце, ну, с которым нам будет очень легко жить, с которым нам будет удобно жить. На самом деле, здесь апостол Павел говорит, чтобы мы не обманывались с вами, потому что Бог есть Бог, и Бог не изменяем. Мы не можем изменить Бога под себя. Иначе, тогда бы уже это получился обыкновенный идол, о котором очень много говорится в Ветхом Завете, когда художник создает идола из дерева или еще из чего-то. И тогда уже это не тот Бог, который живой, который создатель неба и земли, а это просто идол, просто божок какой-то, которому нам удобно поклоняться, которому нам удобно приносить жертвоприношение и так далее. И вот апостол Павел нас просто предостерегает. Он говорит, не обманывайтесь. Так в чем же может состоять обман? Обман может состоять в том, что мы можем с вами придумать себе Бога, который будет нам удобным. И вот в чем это удобство? Это удобство в том, что тут следующая фраза или следующие такие слова «Бог поругаем не бывает». Знаете, очень интересная фраза и очень интересный стих. Иногда нам очень хочется свалить все на Бога. Знаете, какую-то неудачу, какую-то проблему, какое-то что-то, что в нашей жизни происходит, может быть не так, как должно происходить. И нам очень хочется сказать «Бог, но это же ты виноват». Как помните, Адам заявил «Бог, но это не я, это жена, которую ты мне дал». И вот очень часто в жизни верующих происходят такие моменты, когда мы говорим «Бог, но ведь ты же знал, что так будет. Ну почему? Почему ты меня не предостерег? Почему ты не сделал так, чтобы не было подобной ситуации?» И вот знаете, дальше апостол Павел говорит те слова, которые объясняют, почему Бог поругаем не бывает. Почему мы не можем его ни в чем порицать. Потому что человек сам ответственен за то, что он пожинает. Какие плоды в своей жизни он может пожать с поля, на котором он сеет. Потому что здесь идут такие дальше очень четкие и очень интересные слова. Что посеет человек, то и пожнет. Все. Посеешь картошку, клубничка никогда не вырастет. Если ты сеешь в плоть свою, то от плоти будешь пожинать. А если ты сеешь в дух свой, то тогда от духа пожнешь жизнь вечную. Друзья, мы должны с вами сеять в вечность. Не в сиюминутную жизнь. Не в ту жизнь, которая закончится когда-то. А сеять в нашу жизнь после смерти. В вечную жизнь. Поэтому апостол Павел говорит, что, друзья мои, обращаясь сегодня ко всем верующим, обращаясь сегодня к тем, кто читает Писание, для того, чтобы назидаться, научаться и, может быть, даже иногда и обличаться. Апостол Павел, он говорит очень простые слова, обращенные к нам с вами, ко мне и к вам. Он говорит, друзья мои, вы сами должны выбрать, во что вы сегодня сеете. Если вы сеете в плотскую жизнь, в плоть свою, то от этого посева будет только ущерб в конце концов. Но если же вы будете сеять в жизнь вечную, если вы будете сеять в дух свой, в отношения с Богом, читать Слово, размышлять над Ним, молиться, делать добрые дела, которые Бог преднамерил нам сделать, то тогда пожнете в свое время действительно то, ради чего мы здесь с вами и живем, и ради чего мы вообще существуем на этой земле. Ради того, чтобы в конце концов пожать жизнь вечную, пожать жизнь с нашим Творцом на небесах, которые Он уготовил для нас. Поэтому я вас благословляю, я призываю вас, чтобы мы, может быть, пересмотрели те семена, которые мы сеем, ту почву, в которую мы сеем. Ну и вообще то, что мы желаем пожать. Если вы хотите картошки, то не сейте, не знаю, огурцы. Поэтому я вас благословляю еще раз и пускай мир Божий пребудет со всеми нами во имя Иисуса Христа. Аминь.